Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с прочитанным сегодня вместе с вами каноном покаянных преподобного и богоносного Отца нашего Андрея Криско. Сегодняшний день называется еще Марийным стоянием. Я напомню вам маленький фрагмент из жизнеописания святой преподобной Марии Литвицкой. Мы помним, что она в юности очень много падала в различного рода грехи. Но потом, через покаяние, настолько исправила свою жизнь, что сподобнулась великой святости до того, что даже во время молитвы отрывалась от земли на локоть, могла ходить по водам, знала, не читая священное писание, назвала Зосиму по имени, ни разу с ним не встречаясь. То есть она имела и дар прозрения, и дар Слова Божия, и сподобилась причаститься к святых христовых таинств. И вот сегодня мы слышим призыв уподобиться Марии Литвицкой. Да, в это время, когда сейчас в нашей стране и во многих странах мира сейчас карантины, самоизоляция. И, наверное, действительно уподобится подвигу Марии Литвицкой, которая ушла в пустыню и молилась там, боролась со своими страстями. Мария – это действительно подвиг сегодня для многих мирян. И с этим мы согласны. Согласны с тем, что наши Марии тоже ушли в свои дома, в свои квартиры, удалились от церкви. И многие сегодня не имеют возможности по причине карантина прийти в храм. Наверное, это правильно, что побороть инфекцию и дух, в которой объявлен карантин, действительно нужно побыть дома, к чему мы призываем наших православных верующих христиан. И так же обращаюсь ко всем, кто сегодня вместе с нами молился. Хочу попросить вас, наберитесь терпением, побудьте дома, побудьте со своими родными. Но, напомню вам о том, что только что прозвучало в жизни Писания, когда в монастыре пустыни Иорданской был обычай выходить из храмов всем, все вышли, но оставалось несколько священников в том монастыре. Причем не для того, чтобы что-то там охранять, там брать было нечего. Монахи были все бессребрями, там нечего было воровать. А давайте зададим себе вопрос, а для чего, если нечего было охранять, при раскрытиях вратах в монастыре оставалось несколько священнослужителей? Для того, чтобы совершалось в церкви богослужение. И вот сегодня мы стоим на пороге, когда изолированные люди, но не предлагается закрыть церковь. Пример сегодняшний Мария Египетская. Даже в пустыне Египта, когда изолированные люди ушли на свой подвиг одинокого пребывания в семьях и жилищах, не должны быть закрыты храмы Божьи, в которых должна теплиться молитва. И мы от себя будем делать зависящее, чтобы пока у нас есть возможность, и наши храмы не закрыли, чтобы в наших храмах молитва терпилась. Поэтому завтра мы, священники, весь собор, храма Рождества Христова, вот только что мы зашли в алтарь, и я спросил отцов и братьев, имеют ли они это желание вместе с собором послужить литургией, чтобы литургия прежде священных дорог завтра была совершена. И все, как они, завтра придут, чтобы совершить божественную литургию прежде священных дорог. Мы будем молиться, как молились всегда, даже в пустых храмах, даже там, где хоть как-то могла совершаться молитва, даже все уходили, все ушли из Иорданского монастыря. Даже Зосима ушел и встретился с Марией Египетской. А несколько священных восстанцев. И мы будем оставаться, чтобы молиться за всех вас, о мире, о здравии, об исцелении нашего города, нашей благословенной земли губанской, нашего Отечества и других стран и народов, которые сегодня страдают и переживают, болеют, а если умирают от этого коронавируса, кто будет за это все молиться? Все люди будут молиться по домам, да, карантин. Но кто-то должен продолжать согревать свое сердце, сердце молящихся, пусть даже на расстоянии, онлайн, как сейчас, нас многие смотрят сегодня, причем в разных странах, но только в нашем городе. Вот давайте, дорогие мои, вспомним, с какими словами доходили монахи из монастыря Иорданского на подвиг всего Великого Поста. Они уходили со словами «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь, Господь защититель жизни моей, от кого устрашусь». Поэтому в завершение сегодняшней службы я хочу обратиться ко всем тем, кто молится сегодня вместе с нами. Пусть всем вам, дорогие мои, благословением будут слова, которые мы часто слышали, посещая Божий храм. Пусть они согреют ваше сердце и вашу душу в самые трудные минуты вашей жизни. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди Своя миром. Вы слышали? Бог миром благословит Своих людей. Главное, нужно оставаться людьми Божьими. Я желаю всем вам, дорогие, пережить это время карантина, удаления, самоизоляции. И желаю всем нам, священникам, иметь такую возможность заходить в Божий храм, Богу молиться за весь мир, за здоровье миром, за исцеление больных, за упокоение усопших, и за то, чтобы Господь даровал нашим правителям мудрость, чтобы они поняли, что без Бога никакая беда не побеждается. А с Богом мы можем одолеть любую беду. И это еще не последнее. Мир вам, дорогие, Божье всем вам благословение. Спасибо всех, Христос, за то, что вы сегодня молились вместе с нами, и мы это сердце чувствовали. Храни вас всех, Христос, и Пресвятая Богородица. Аминь.